Бархатная революция Форма управления в Армении поменялась, она была полупрезидентская, а сейчас стала больше парламентской. Поэтому, конечно, фигура премьер-министра в новых условиях очень важна. Это ключевой пост. То есть, получилось так, что бывший президент, по сути дела, пересев из кресла президента в кресло премьер-министра, тем самым сохраняет свои властные полномочия и основные рычаги власти в своих руках. Протесты такого масштаба не могут остаться без внимания со стороны властей. Из-за недовольства общество нестабильно. Именно поэтому уже через 10 дней Серж Саргсян объявил о своей отставке и покинул пост премьер-министра. Но на этом волнения в стране не закончились. 1 мая лидер армянской оппозиции Никол Пашинян не был выбран премьер-министром, поэтому акции протеста продолжились с новой силой. Армению многое связывает с Россией и даже с Татарстаном. Подобное сотрудничество ведется почти со всеми бывшими республиками Советского Союза. Россия и Армения активно занимаются торговлей, являясь странами-участницами Евразийского экономического союза. Ведется сотрудничество и в культурном плане. В Ереване в этом году собираются отметить национальный праздник Сабантуй. Невольно появляется вопрос, а не навредит ли политик партнерским отношениям между Ереваном и Москвой. Сам Пашинян заявлял, что вроде бы и не намерен прекращать добрых отношений с Россией. Вольно надеяться, что традиционные добрые отношения между Россией и Арменией, они, так сказать, останутся, несмотря на предполагаемую смену власти. Очень сложно тут загадывать и сложно говорить, какой конкретно будет внешняя политика Армении после прихода к власти, допустим, оппозиционных сил. Армянская оппозиция заявляет, что диалогу с Россией ничего не помешает, но необходимо обсудить некоторые вопросы. Но какие это будут вопросы, остается загадкой. Олег Кашин, Универ Ньюс.